Болткома С записью на вакцинацию Или с информацией о вакцинации Заходил на этот сайт Но впереди еще более важная И более сложная работа Это подготовка дигитальных Или цифровых сертификатов Которых, кстати, можно будет потом и распечатывать Трех видов сертификатов Об этом, может быть, чуточку попозже Может быть, несколько слов о MANO-VACCIN-LV Вот для вас, для разработчиков Что было, не знаю, самое сложное Сталкивались ли вы с перегрузкой Этого сайта? Это сайт MANO-VACCIN Это только одна из частей То, где мы участвовали Это называется ВИВАТ Или Единая сеть вакцинаций Да, единая сеть вакцинаций И это не разработали только мы Мы были главная Главная ведущая компания Но также были несколько партнеров Которые каждый отвечал за свою часть Но если мы говорим именно о портале MANO-VACCIN То MANO-VACCIN разрабатывалась в жутком темпе И если мы смотрим уже с нынешней С нынешней точки зрения То, конечно, в начале, наверное, надо было все-таки подождать Может быть, не надо было сразу идти с порталом Пока еще не было понятно, как будет дальше развиваться эта сеть Но поскольку давление было очень-очень-очень сильное От того, что надо все это разработать очень быстро И вся эта сеть разрабатывалась за 8 недель Я думаю, те, которые работали с любым проектом Все равно, какого вида это проект 8 недель – это очень короткий срок Для того, чтобы что-то такое разработать Ну и если отвечать на ваш заданный вопрос Была ли перегрузка у портала Конечно, она была И я думаю, многие, которые следили за этим порталом И ждали его появления Это уже почувствовали в первые дни Когда первый раз открыли портал То, конечно, была перегрузка с тем Что очень много людей старались зайти на эту страничку И, к сожалению, это средства мы использовали для аутентификации И Латвия в этом, где можно зайти с интернет-банком И да, и так далее Конечно, в то время у нас была проблема Что мы не смогли обеспечить такую массу Но потом уже, когда не все люди накидывали сразу на портал Но в течение времени Теперь уже зайти на страничку – это нет проблем Конечно, есть другие недостатки портала Мановакцина Например, то, что я могу тоже как пользователь сказать Что, к сожалению, там выбор этих учреждений Куда можно идти вакцинироваться, довольно маленький Там нет большинства практик семейных врачей Которые очень важная часть из процесса вакцинации Но над этим сейчас идут дополнительные разработки Чтобы сделать портал таким Чтобы семейные врачи тоже могли интегрироваться И использовать, чтобы жители могли записаться Не только на эти большие вакцинационные центры Которые представляют эти услуги Но и записаться к своему семейному врачу Не звонить ему по телефону или писать имейл Но тоже использовать портал Мановакцина Это будут следующие разработки Которые будут, но поскольку было давление на то Чтобы сделать максимально быстро то, что мы можем Было принято решение, что в начале портал Мановакцина Будет именно с акцентом на эти большие вакцинационные центры Но, конечно, семейные врачи Это основа вообще здравоохранения в Латвии И так что те люди, чьи семейные врачи Доставляют эту услугу Вакцинироваться пока Большинство должны записываться прямо у семейного врача Но это то, что мы будем разрабатывать В следующие месяцы дорабатывать Еще, конечно, есть проблемы с данными Что не все данные мы получаем в эту единую сеть И не все даты видны в Мановакции Например, те, которые записаны Иногда в Мановакции на этой информации нет Что они записались уже на прививку куда-то Или есть проблема, что те, которые уже вакцинированы Эта информация не показывается в портале Но это уже технические детали Поскольку это сеть, где работает очень много разных систем Это в какой-то мере даже не только портал А это огромная интеграция Где у нас теперь работают, например, самые большие системы Которые используются в учреждениях здравоохранения Такие как Arsta, B-Royce, Smart Medical И еще дальше мы интегрируем с другими системами поменьше Так что когда все системы, которые используются В учреждениях здравоохранения будут интегрированы То, конечно, качество этих данных будет намного лучше Но еще одно, что я хочу сказать Что этот портал, несмотря на то, что он был разработан Именно для COVID-вакцинации Но та система, которая сделана Та структура и все эти технологии, которые использованы Мы смотрим в будущее Что можно будет эту систему использовать Например, для прививок против гриппа Которые каждую осенью актуальны И так далее Так что это уже такие заготовки Которые можно будет использовать дальше Это не только один проект на одну цель Да Мы скоро подойдем к такому самому важному На сегодняшний момент актуальному И интересующему, естественно, радиослушателей Вот по поводу сертификатов Но так что в продолжении того, что вы сказали Мы знаем, что еще до того Как вы пришли со своими решениями дигитальными Был проект, который вызвал очень много нареканий Я так дипломатически говорю Это Эвеслиба И вообще, я так понимаю, что задумывалось это Еще много лет тому назад В принципе, очень задумки были хорошие Смысл какой? Что каждый имеет такую дигитальную Если так можно сказать Цифровую историю болезни Естественно, она доступна медикам Понятно, что эти данные такие синтетивные Как говорят, чувствительные Но, тем не менее, это значит Что человек, какое бы медицинское учреждение Он не обратился Вводя специальные там коды Можно получить всю информацию Вот такую историю болезни о пациентах Где, кстати, были бы все прививки Все тесты, все анализы И так далее, и так далее Ну, не очень это получилось Там много причин Это, наверное, отдельная передача Можно ли каким-то образом Это все интегрировать? Потому что ведь Вот есть какие-то Говоря медицинским языком Все эти блокноты То есть какие-то побочные действия От вакцин, к примеру От лекарств Чтобы это была общая база данных Вот приходит человек Там, не знаю, на ревакцинацию Неважно От ковида Или от Каких-то других заболеваний И сразу В любом медицинском пункте В любом кабинете вакцинации Сразу Врач или даже медсестра Видит Ага Вот так и так Вот такие-то были последствия Там такая-то аллергия Такие-то лекарства Потому что когда Вот те, кто приходил на вакцинацию Я тоже даю анкету Ну, хорошо, допустим Я знаю Но есть люди пожилые Которые не могут вспомнить На какое вещество У них была аллергия Это, наверное, неправильно Требует от человека Запомнить все Вы совершенно правы И если мы смотрим На другие страны Например, на ту же самую Эстонию У них есть такая AirVesseling System И тоже, которая международная Это Electronic Health Record Systems И, конечно, они так должны работать Но не будем забывать Одну интересную деталь Что то, какая у нас будет AirVesseling Была разработана концепция В 2005 году Начали разработку В 2008 году И потом Так существенно Не менялся подход И если мы сегодня Возьмем телефон Который был разработан В 2008 году Я даже не знаю Может, это iPhone 1 Может, это 2 Я настолько не слежу То, конечно, функциональность Которая предоставляет технологии Которые были В рынке В 2008 году Конечно, в 2021 Они уже устаревшие Не только морально Но и реально технически И это одна из больших проблем Сети AirVesseling В Латвии Идеи, которые были В основе AirVesseling Разработки В 2008-2009 году Они правильные И тоже по нынешним стандартам Они существуют Но технологически Она, к сожалению, Тормозит И не может Обеспечивать Те нужды Которые Мы сегодня Ждем И ожидаем От такой системы Но Та же самая Мановакцина И Вивата Которая я прежде Говорила Она тоже Интегрирована В AirVesseling Так что AirVesseling Это не просто Одна база данных Один портал Это большая система Которая есть много Под систем Которые Работают Отдельно Но между собой Обмениваются Датами И, конечно, То, что технологии Часть Соответствует Нынешним стандартам Нынешним Запросам По тому Как быстро Должна система Реагировать И сколько Данных Перерабатывать За секунду И так далее Но Часть этой системы Уже Очень-очень Устарела И это Одна из Больших проблем Почему иногда Случаются Те проблемы О которых Очень часто Говорят Те же самые Семейные врачи Что портал Недоступен Что система Тормозит И так далее Это, конечно, Реальные проблемы И они будут Решаться И я понимаю Что уже Нынешний министр Уже работает Над тем Чтобы Именно Переработать Те устаревшие Компоненты Системы Которые На нынешний день К сожалению Не соответствуют Тому Как оно должно Работать Но Еще раз Говорю То, что Мы разрабатываем И этот Дигитальный Или цифровой Ковид-сертификат Который Актуальный Топик На сегодня Смотря на Чемпионат Хоккея Который Происходит В Риге Это тоже Данные Все равно В эту Единую Систему Входят Так что Если Мы будем Быстро Работать Так же Как с этими Двумя Системами И с другими Которые Компоненты ЭВС Я очень надеюсь Что в ближайшие Два-три года У нас тоже Будет такая же Система Как минимум Как у эстонцев Что каждый Врач может Зайти и увидеть Все данные Потому что Например То что Если вы Получили Вакцинацию Вы сегодня Можете Зайти в ЭВС И увидеть Там где Есть Садаля Раздел Да В раздел Вакцинации Там можно Посмотреть Какие вакцины Вы получили Когда получили И даже Сделать Распечатку Этой Карты Вакцинации Так что Конечно Какие-то Заработки Есть Но Как я уже Говорила Они Не Существуют Не соответствуют Тому Что мы Сегодня Ждем От таких Систем Да Вот мы Как раз Подошли Действительно К самому Актуальному Это К сертификатам COVID-19 Вчера По этому Поводу Была Большая Дискуссия На кабинете Министров И презентацию Которую Делал министр Здоровья Даниил Павлец Речь идет О портале Который Надеюсь Заработает Я так понимаю С 1 июня В тестовом режиме Так я понимаю COVID-19 Сертификат СЛВ Вот Я На сегодняшний момент Будет предложено Три варианта Сертификата Это Вакцинированные Переболевшие И те кто прошли тест Ну видимо Те кто прошли тест Это как бы такой Короткосрочный Действующий сертификат Наверное 48 часов Если не ошибаюсь Но давайте Может быть Поподробнее Обо всех этих Трех Вариантах И нужно ли будет Специально какую-то Подавать заявку Или достаточно Ввести имя Фамилия Авторизироваться Через интернет Банк И пожалуйста Да Я думаю Есть еще одна Деталь Может многие Слушатели Где-то слышали Что есть такой Цифровой Зеленый Сертификат Да Европейского Союза Да Это тот же самый Цифровой COVID-19 Сертификат Но у него Поменялось Это наименование И это Инициатива Которую Не придумали Наши политики Не наши Чиновники Но это Все Инициатива Которая Во всей Европейском Союзе Да В Евросоюзе И Главная Цель Этой Инициативы Была В том Чтобы Как бы Открыть Рюбежа Чтобы Люди Могли Спокойно Ездить Путешествовать И так далее И поэтому Многие Если мы Смотрим С позиции Латвии То и мне Кажется Некоторые Вопросы Может быть В какой-то Мере Неправильно Решены Или Может быть Не соответствуют Тому Что я Ожидаю Как житель Это именно О сертификате О том Что человек Переболел Но к этому Мы перейдем Да Но Эти законы Эти регулировка Насчет этих сертификатов Это выдано И она Одинаковая Для всех Стран Евросоюза Так что Это тоже Надо иметь ввиду Когда Мы с чем-то Недовольны То К сожалению Это не наши Депутаты Не наши Чиновники Виноваты Не такие Неправильные Латвийские Законы Но это Идет Единая Регулировка В Евросоюзе Да Но зеленый сертификат Наверное Все-таки С 1 июля Поэтому Наверное Не будем Пока забегать Ну по порядку Сейчас попытаемся Да Но вот эти сертификаты Которые можно будет Уже получить Начиная с 1 июня Они уже Сделаны По тем запросам По той спецификации Которая Сделана Для Чтобы потом Можно было Использовать И В общем Евросоюзе И Латвийские сертификаты Во время С 1 июня До 15 июня Будут работать Только В Латвии И только Признаваться Те Которые Выданы В Латвии И которые Будут Верифицироваться В Латвии Но с 15 июня Уже Эта система Идет На международном Уровне И уже Наши сертификаты Можно будет Использовать В других странах И наоборот И уже С 1 июля Это уже Становится Как бы Общая Регулировка Всего Евросоюза И тогда Уже Там не будет Выбор С какой Страной Мы хотим Интегрироваться Которая Нет Это уже Будет Во всем Евросоюзе Единая Регулировка Но начнем Наверное Тогда сразу Идти по Сертификатам Сертификат Об вакцинации Можно будет Получить В этот Портал Зайти на Как вы уже Говорили На COVID-19 Сертификат И те Жители Которые Получили Вакцинацию И сертификат Можно получить Уже сразу Как есть информация В базе данных То что Сейчас Например Если вы Вделали Вакцинацию То Они должны Ввести В систему Данные В течение Двух дней Так что Как только Данные Получены Вы сможете Генерировать Этот сертификат Но Про каждую Прививку Например Если люди Делали Прививки Или с этим Pfizer Корминитой Или с Moderna Где Чтобы пройти Полный цикл Вакцинации Нужны Две Вакцины Можно Будет Получить Два Сертификата Это тоже Регулировка Евросоюза Что про Каждый Факт Выдается Отдельный Сертификат Но Надо Иметь Ввиду Что Этот Сертификат Если Вы Его Получили Еще Не Дает Вам Гарантии Что Все Двери Будут Открыты Все Двери Будут Открыты Только Тогда Когда Пройдет Нужное Число Дней После Второй Прививки К примеру Да Что Большинство Вакцин Надо Дождаться Двух Недель После Второй Прививки Это Конечно В Латвии Есть Отдельная Регулировка Насчет Тех Которые Получили Прививку Акс Козенок Или Вакзерия Там Уже После Первой Прививки Начиная С трех Недель Можно Будет Получить Сертификат С которым Можно Будет Идти Например В тот же Самый Чемпионат Хоккея Или В спортклуб С 15 Июня И так Далее Так что Сертификат Да Я извиняюсь Что Прививаю Так Чтобы Людям Июня Это значит Что Кабинет Министров Принял Целый Пакет Послаблений Скажем Так Для тех Кто Вакцинировался Это значит Что Условно Третьего Я Привился Я Если захочу В течение Двух Суток Пятого Я Оформил Сертификат Но Это совсем Не значит Что Меня Пустят Внутрь Ресторана Пока Не пройдет 14 Дней То Если Я Привился Третьего Значит Тогда 14 Дней Я смогу Находиться Не знаю В самом Кафе Внутри Не только На террасе Правильно Я понимаю Я совсем Не знаю Что Укороли Я побежал Сразу В ресторан Ну я так Утрил Но общий Смысл Понятен Да Если Вы получили Сертификат Например Пятого Распечатали Его Пойдете Шестого Утром В ресторан Ну или Хоккейный Чемпионат Который Будет Работать Уже С 1 Июня Вам Так как Вы говорили Третьего Плюс 14 Дней Это значит 17 Или 18 Вы пойдете Вас уже При этой Верификации Или проверке Покажет Что вы Соответствуете Всем Этим И вы Можете Идти Так что Это будет Смотреться Не только То что У вас Есть Наличие Сертификата Но Именно Вот это Которое Говорится Через Сколько Дней Вы Уже Можете Свободно Перемещаться Мы знаем Что Есть Вакцина Правда Не очень Пока Популярная В Латвии Но Тем не менее Некоторые Люди Уже Ей Привились Это Есен Компания Джонсон Джонсон Там Вообще Одна Только Вакцина Это Значит Что Там Соответственно И для нее Будет Сертификат Правильно Ведь Конечно Да И С этим Сертификатом Все равно Надо Подождать Две Недели Так что Несмотря На то Что Там Одна Прививка Так что Если Очень Быстро Хочется То Это Конечно Тоже Есть Возможность Не ждать Две Прививки А Пойти На Один Янсен И Тоже Через Две Недели Получить Этот Сертификат Но Это Насчет Сертификатов О Вакцинации Потом Может Я Сразу Перебегу На Сертификат О Переболе О том Что Человек Переболел Это Конечно Я думаю Этот сертификат Будет Очень Много Вопросов Создаться В Обществе Потому Что Он Выдается Тоже По Единым Критериям Евросоюза И Там Сказано Что Сертификат Выдается Только В том Случае Если Человек Делал Тест На COVID-19 Притом Это Не Вот Эти Быстрые Тесты А Это Настоящий Тест Который ПЦР Тест И Он Показал Позитивный Результат И После Одиннадцати Дней После Этого Позитивного Результата Можно Использовать Сертификат О том Что Вы Переболели Но Те Может быть Слушатели Которые Действительно Переболели С COVID-19 Но Не Делали Тест Или Которые Были Например На Больничном Из-за COVID-19 Или Семейный Врач Выдал Справку Что Он Переболел Или Например Он Переболел Потом Сдал Анализы И Увидел Что Там Вот Эти Антитела К Сожалению В этих Случаях Не Будет Выдаваться Сертификат О Переболении Поскольку Как я уже Говорила По этим Общим Только В том Случае Если Тест Был Позитивный Притом Этот ПЦР Тест И С 11 Дня После Позитивного Результата И Этот Сертификат Действителен На 180 Дней Или Полгода Потом Уже Если Например Человек Сделал Тест И он Был Позитивным 5 Декабря То К сожалению Этот Сертификат Будет Действителен Только До 5 Июня Потом Уже Как Проходит 180 Дней С числа Этого Позитивного Теста Он Уже Недействителен Так Что Еще Может быть Такой Вопрос Сразу По Ходу Мы Знаем Что Очень Много Наших Соотечественников Возвращается В Латвию По Разным Причинам Кто-то Где-то Работал И Не исключено Что Они Успели Вакцинироваться В стране Пребывания И Наверное У них Есть Какая-то Так Скажем Паспорт Вакцинации Выданный В другой Стране Ну К примеру Возьмем Европейский Союз Не будем Так Усложнять Могут Ли быть Введены Какие-то Данные Вот Они Обращаются Куда Им Нужно Обращаться Что Говорят Вот У нас Сертификат Вакцины Признанные Европейским Союзом Как Мне Зарегистрироваться Чтобы Я был В этой Системе Там Надо Смотреть Два Случа Если Человек Например Первую Прививку Получил В Литве И Вторую В Латвии То Есть Большая Вероятность Что При получке Второй Вакцинации Были Введены Данные В системе Что Первая Вакцинация Была Сделана Например В Литве И Тогда Человек Может Быть Уже Сегодня Зайдя В тот же Самый Веселый Портал Может Увидеть Что У него Две Прививки Но Для тех Которые Обе Прививки Или Одну Прививку С Янсеном Получили В другой Стране К сожалению До Другой Возможности Получить Этот Сертификат Об Вакцинации Поскольку Он Будет Действителен Во всем Евросоюзе Только с Первого Июля И Сертификат Выдает То Государство В котором Системе Есть Эта информация Так что Мы Можем В Латвии Можно Будет На этой Страничке COVID Сертификат Можно Будет Получить Только О тех Случаев Которые Случились В Латвии Например Если Вы Вакцинировались В Латвии Или Если Вы Делали Анализ На COVID В лабораториях В Латвии Которые Признаны И Интегрированы В эту Общую Систему Может Может Я Сейчас Преждевременный Вопрос Рано Или Поздно Он Возникнет Мы Знаем Что Есть Определенные Функции Дигитальные В нашей Стране Так Называемые Напоминалки Если Так Можно Сказать Кому Приходит Сообщение Что У него Заканчивается Страховка На Машину Ему Нужно Продлить Это Отстук Я К чему Говорю Особенно Касается Тех Кто Переболел У них Допустим Подходит К концу Эти 180 Дней Потому Что Не секрет Что У нас Заболеваемость Как мы Знаем В стране Уже Больше Года Есть Заболевшие Те Которые Заболели В сентябре В октябре Понятно Что У них Скоро В ноябре В декабре Скоро У них Тоже Пройдет Месяц И у них Закончатся Эти 180 Дней Но Они Могут Не сидеть Я извиняюсь Так Не высчитывать По календарю Да Они Могут Даже И забыть Вот У них Наступило 180 Дней Дедлайн Или Не наступило Может ли В будущем Быть Какие-то Напоминания Там СМСки Пускай Даже Платные Но Чтобы Люди Понимали Что Все Этот Сертификат Становится Красным Вот От Синего Он Становится Красным Больше Эти Привилегий У них Не будет В том числе Когда Они Поедут За Границу Им Кажется Что Еще 108 День Прошло А Будет Как С визой Скажет Вы знаете Все Вы уже Больше Не Можете Да На Нынешний День Поскольку Мы Портал Запускаем Только 1 Июня И Я скажу Сразу Таких Напоминаний Еще Не Разработано Но Это Конечно Мы Можем Учлезти В будущем Подумать Над Этим Но Для Тех Которые Сейчас Будут Надеяться На Сертификат О Переболезни О Том Что Они Переболели Тут Надо Смотреть На Две Группы Жителей Одни Которые Против Вакцинации И Они Наверное Не Хотят Вакцинироваться Тогда Им Надо Очень Следить За Тем Когда Заканчивается Этот Сертификат Но Для Тех Которые Как Согласны Идти На Вакцинацию То После Переболения Ковида Можно Идти На Вакцинацию Уже После Трех Месяцев После Того Как Вы Переболели Так Что Если Человек Переболел И Он Не Из Тех Которые Не Хотят Вакцинироваться То Они Могут Регистрироваться На Этот Другой Портал На Манов Акции На ЛВ И Там Уже Есть Напоминания О Что Вы Можете Идти Или Если Вы Записались На Вакцинацию То Идут Напоминания Так Что Ну Да Мы Пока Еще О Таких Напоминаниях Что Ваш Сертификат Скоро Закончится Не думали Но Мы Можем Подумать В будущем Надо Да Да Вот Интересно Такой Тоже Технический Вопрос Когда Были Показывались Эти Все Парологи Образцы Вчера На заседании Кабинета Министров Я понимаю Что Только Был Там Было Написано Срок Годности 31 12 Если Я не Ошибаюсь 2021 То До Конца Этого Года Я Так Понимаю Что Еще Наверное Сами Ученые Не Установили Как Долго Будет Иммунитет После Того Как Все Эти Две Вакцины Сделаны Он Будет Пожизненный Он Будет На Год Вот Пока Я Так Понимаю Вопрос Открыт Срок Действия Эти Этот Самый Регулировки Евросоюза Сертификат Об Вакцинации Действителен Один Год После Второй Вакцины Или Ну После Завершения Цикла Вакцинации Так Что Поэтому Там И Говорилось Что Сертификат Действителен До Конца Года Это Значит Что Человек В конце Декабря Наверное Сделал Прививку И Поэтому У него Сертификат Через Год Кончается После Второй Прививки Если Что-то Будет Изменение Тогда Вы Сообщите Скажем Так Я думаю Что Это Будет Уже Сообщено На Государственном Уровне Если Будут Меняться Эти Критерии Так Что Вот Этот Сертификат Вакцинации Он На Год После Второй Вакцинации Или После Завершения Полного Цикла Если Это Янсен То После Первой Вакцины Но Так же Как Сертификат Переболения То Действителен Только 6 Месяцев Или 180 Дней После Позитивного Теста И Третий Вид Сертификатов Которые На То Что Человек Сделал Тест На Ковид Они Вообще Могут Быть Действительны Или 24 Или 48 Часов Это Те Которые Мы Говорили Настоящие Или ПЦР Тесты Но На Тесты Которые Делаются Это Скорые Антигенные Тесты Они Вообще Могут Быть Действительны Только Например 6 Или 8 Часов Так Что Там Тоже Есть Разные Но Как Вы Уже Начали Говорить Про Эти Картинки Которые Показывались Вчера Может Я Сразу Расскажу Как Будет Работать Этот Принцип Человек Который Хочет Получить Сертификат Он Идет На Эту Страничку COVID Девинг Потенцификат Салв Туда Можно Будет Зайти Во Время С 1 Июня До 15 Июня Только Те Жители Латвии У которых Есть Персональный Код И Которые Пользуются Какими-то Истерствия Которые Предоставляют Эта Аутеризация Латвии Это Или Интернет Банк Или ЭИД И Значит Мы Заходим На этот Портал И Там Из Системы Добываются Дамы О том Как О Прививках И О Тестах Которые Были Деланы На Ковид И Если У человека Есть Информация То Что У него Была Вакцинация То Ему Сразу Генерируется Этот Сертификат Об Вакцинации Этот Сертификат Его Опознают По Так Назаваемому QR Коду Но Если Хочется Можно И Его Закачать Как PDF Файл И Он Тоже Сделан По Общему Обрасту Который Действительный Во всем Евросоюзе И там Есть Данные О том Какая Информация Что Это За Сертификат И Указанные Данные Не Только Имя Фамилия И Дата Рождения Но И Информация О Когда С Каким Медикаментом Была Осуществлена Эта Прививка И Так Что Люди Могут Смотреть Или Использовать Только Этот QR Код Или Если Есть Надобность И Желание Тоже Скачать ПДФ Сертификат И Например Распечатать Его И держать В кошельке Или Где Угодно И С другой Стороны Когда Мы Пойдем Или В Спарт-клуб Или Хоккейный Чемпионат То Эта Организация Которая Будет Проверять Эти Сертификаты Будет Они Смогут Пользоваться Тоже Этим Самым Порталом Сертификат 19 COVID Дэвинг Под сертификат Но С другим Режимом Проверить Сертификат Или Также Создается Мобильное Приложение Которое Будет И для iOS И для Android Телефонов Которое Можно будет Скачать И И И И И Например Если Заходя В Спорт-клуб Они Будут Сканировать Этим Приложением Ваш QR-код И Тогда Уже Появится Та Информация Которая Была Показана Вчера В кабинете Министров Которое Вы уже Прежнее Говорили И Там Будет Показываться Имя Фамилия Дата Рождения И Вид Сертификата Или Вакцинации Или Переболел Или На Тест И Будут Или Красные Или Зеленые Если Зеленые То сертификат В порядке Это значит Что прошло То что мы Говорили Про вакцинацию Прошли Две Недели После Второй Прививки Пайзер И так Далее Но если Он будет Красный Это Будет Значать Что Или Сертификат Уже Недействителен Или Он Еще Недействителен Или Какая-то Другая Ошибка Так что Те Учреждения Которые Будут Пользоваться Этим Приложением У них Будет Довольно Легко Сканировать Этот QR-код И получать Или Красное Или Зеленое Конечно Есть Вопрос На То Для Чего Там Показывается Имя Фамилия И дата Рождения Но Это Тоже Общая Регулировка И То Что Говорится Что Человек Должен Показывать И сертификат И удостоверяющий Документ Либо Паспорт Либо Айды Чтобы Могли Убедиться Что Действительно Этот Человек Имеет Этот сертификат Который Показали И Еще Одна Вещь Которую Я раньше Не упомянула Эти Все сертификаты Они Зарегистрированы Они И подписаны Так называемым Цифровым Ключом Который Зарегистрирован В общей Базе Данных Которые В Евросоюз Это Европейн Дигитал Гетвей И Это Дает Более Надежность На то Что Нельзя Будет Фальсифицировать Эти Эти Сертификаты И Если Мы Сейчас Иногда Говорятся Что Бывают Фальсифицированные Сертификаты Тестов И так далее То это Будет Еще Одна Степень Надежнее Чем Например Нынешние Варианты Как мы Можем Убедиться В том Что Человек Вакцинирован Вот Такой вопрос Технический Но он Очень важный У нас В июне Как мы Знаем Будет На Лигу Все-таки Несколько Выходных Я знаю Что Многие Запланировали Куда-то Все-таки Выехать Год Уже Люди Сидели Как бы Дома Хотят Куда-то Выехать Допустим Они Выезжают В страну Европейского Союза Германия После 15 Июня После 15 Июня Как вы Сказали Мы Знаем Что Достаточно Высокая Значит Ли Это Что Человек У которого Прошла Две Вакцинации Может Прошли Эти 14 Дней И у него На руках Он Взял Распечатал С QR Кодом Этот Паспорт Не значит Ли Это Что Он Прилетает В Германию Говорят Нет Латвия В желтой Зоне Хорошо Что У вас Есть Сертификат Но Тест Мы Вам Сделаем А еще Вы Должны Будете 10 Дней Во время Лига Это До 1 Июля К сожалению Такие Ситуации Могут Быть Это Регулировка Каждой Страны Как Они Говорят Насчет Того Какие Ограничения Для Тех Которые Переходят Границы Страны Но С 1 Июля Когда Уже Встает В силу Общая Регулировка Евросоюза Тогда Уже Нельзя Будет Так Делать Если Человек С Сертификат Вакцинации Который Действителен Который Прошел Все Эти Нужные Дни Будет Заезжать В другую Страну Евросоюза То По Этому Закону Который Сейчас Принимается Он еще Не Окончательно Принят Там еще Идут Дискуссии В Евросоюзе В Европарламенте И Еврокомиссии Но Провизор Говоря С 1 Июля Должно Быть Так Что Нельзя У тех Людей Которые Переболели Или Имеют Сертификат Один из этих Двух Сертификатов Либо О вакцинации Либо О том Что они Переболели Нельзя Будут Более Жесткие Ограничения Делать И если Они Будут Другие Страны То Им Надо Будет Это Очень Обосновать Да Потому Что Есть Такая Возможность Что В какой-то Стране Где Очень Плохая Ситуация Эпидемиологическая Они Могут Все равно На Какое-то Короткое Время Ввести Какие-то Дополнительные Проверки Но В общем Случа Нельзя Будет После 1 Июля В Евросоюзе Если Человек Предъявляет Один Из Этих Двух Сертификатов То Ему Ставить Дополнительные Ограничения О Самой Изоляции Или Неужели Делать Еще Дополнительные Тесты Может быть Такой Последний Вопрос Он Наверное Важный Мы Говорили Действительно О сфере Услуг Как Они Смогут Валидировать Убедиться Что Действительно Человека Можно Пускать На Хоккей Или Не знаю В кафе Но Если Мы Говорим Просто О работодателях Приходит Какой-то Человек Или Наниматься На Работу Или Он Работник И Мы Знаем Что В помещении Сейчас В коллективах Все-таки Нужно Если Ты Не Один Сидишь В кабинете Нужно Носить Маски И Вот Работодатель Ответственный Сейчас В каждом Коллективе Как Мы Знаем Должен Ответственный За Эпидеологическую Сам Убедиться Действительно Человек Говорит Правду Он Действительно Вакцинировался Прошло Это 14 Дней Он Больше Не Может Быть Заразен Или Переболел Да Это Можно Будет Технически Сделать Или Используя Этот Самый Портал Или Это Мобильное Приложение Любой Житель Я тоже Как Например Как Работник Могу Закачать Это Приложение И Зайдя В Например В Конференц Рум Сказать А почему Вы Можем Ли Работать Без Масок И Попросить У коллег Показать Свои QR Коды И Просканировать Так что Это Конечно Вопрос Какого-то Личного Пространства И Хочу ли Я делиться Своими Данными И так Далее Но В принципе Это Приложение Будет Доступно Каждому Жителю Так же Как Мы Можем Скачать Вейз Или Какую-то Другую Аппликацию Которые Или Ватсап Которые Мы Можем Скачать В Мобайл Ап Этих Доступных Так же Можно Будет Скачать Любой Житель И Проверять И Например То что Вы Говорили Работодатель Конечно Я Как Работник Могу Спросить А почему Вы Меня Спрашиваете Показать Этот Сертификат Если Мне Говорят Что Мы Хотим Делать Совещание 10 Людей В одном Помещении Ни Надевать Маски И Все Согласны Сделать Эту Проверку Показать Свой QR Код То Конечно Это Технически Это Будет Возможно Но Еще Надо Думать Особенно Тем Людям Которые Очень Заботятся И Думают Насчет Того Где Какие Данные Они Показывают Что Этот QR Код Содержит Данные Он Не Содержит Персональный Код Личные Данные Так что Надо Не всем Показывать Свой QR Код И Смотреть Действительно Когда Надо Тогда Мы Показываем Но Может Друг Друг Переселать Или В Фейсбуке Печатать Не Обязательно Спасибо Большое Представители Компании Разработчики Мановакцины И Вот Дэвид Сертификация Ева Бикова Большое Спасибо Хорошего Дня И Будьте Здоровы